Турнирная интрига ралли рейдового сезона Кубка России прихотливо приготовила самое интересное на финальный этап Баха Тула. В каждой номинации все могло поменяться в любой момент. И в окрестности Воловского района Тульской области подтянулись все основные претенденты на высокие места столь знакового состязания. Проверки, техкомиссия и короткой дорогой на старт первого скоростного участка в 9 километров длиной. Проливной дождь состоялся накануне. Ветер и октябрьское солнышко подсушили дорожку. И ехать можно было с превеликим удовольствием. Гонка получилась задиристой и скоростной. Темпили, как и подавает, кибитки зачетной группы Н2. Для них, кстати, это был шестой этап. Все остальные ограничились четырьмя. Через 6 минут 18 секунд достигли финиша Ментимер Мингаза в Дмитрия Охотникова. 4 секунды уступили им Владислав Маликов, Петр Пономарев. А победители Ивановской гонки Азат Мениханов и Льнас Гизатулин прикатили на 10 секунд позже, подчеркнув первую тройку классов. Встроенные ряды мото-вездеходов сумела вклиниться лишь газель Next Александра Семенова Олега Нежнова. 6 минут 56 секунд первый показатель среди всех кузовов. И, соответственно, в группе R. Экзотический в рейдовой среде Mitsubishi Lancer Алексея Тугова Павла Емелина проехал, конечно, еще быстрее, но был заявлен только в параллельном зачете чемпионата Тульской области. Класс N уверенно возглавил экипаж фирменной команды Ульяновского автозавода Вадим Новиков-Дмитрий Рыбин. Прикидка завершилась без приключений, готовя экипажи к большой дистанции. На следующий день участникам соревнований предстояло четырехкратное преодоление скоростного участка в 76 километров. В очень плотном режиме, без специализированной зоны сервиса. Все ремонты силами экипажей. Только дозаправка разрешалась. Профиль дорожки позволял порезвиться. И гонщики, что называется, отвели душу, валивая по полной. Игра в догонялки быстро вошла в моду. Особо ретивых организаторы осаживали зонами ограничения скорости. Но и без традиционных попаданий в географические ловушки и поисков правильного маршрута здесь не обошлось. Пока мы на 25 километре, моей волею чуть-чуть немного даже не мазанули и не заблудились. Но мы, правда, быстро нашлись. Минуту, наверное, где-то потеряли. Иногда вот так штурман может обмануть пилота на всю на целую гонку. В группе Н2 с первых метров завертелось яростное соперничество. Начальный прогон выигрывают и весьма убедительно Раис Миниханов и Дмитрий Карпов. На 46 секунд опережает Чагина и Безденежный. Рустам Ахмедшин и Егор Охотников уступили еще 20 секунд с третьим временем. Повторный проезд поменял расстановку, все более обостряя ситуацию. За 52 минуты 12 секунд, улучшая ориентир, установленный на первом СУ, промчались Азат Миниханов и Льнас Гизатуллин. 27 секунд проигрывают Ментимер Мингазов Дмитрий Охотников. Замыкают тройку Игорь Чагин и Иван Безденежных. Плюс 51 секунда от показателей лидеров. И на третьем прогоне экипажу команды Гепард Рейсинг удается таки возглавить финишную ведомость скоростного участка. Да еще и обновив неофициальный рекорд трассы. 51 минута 31 секунда. Азат Миниханов и Льнас Гизатуллин совсем рядом в 22 секундах. А вот Рустем Ахмедшин и Егор Охотников качественный рвок сделать не смогли. Их отставание составило почти 2 минуты. Для такой стремительной гонки это очень много. Почти не снижая темп, Чагин Безденежных выигрывает и завершающий пятый скоростной участок. И становятся победителями Бахи Тула в группе Н2. Сегодня на спецчастках шла очень плотная борьба. Каждая секундочка была на счету вообще. Так что до конца результат был не очевиден. Мы боролись до последнего, пытались как могли, отыгрывали секундочки. Прямо вот простраивали работу каждый круг так, чтобы улучшать свое время. Где-то быстрее проехать, где-то я и говорю, подскажу, где-то он запомнит это. Так что борьба была ожесточеннейшая. Это самая трудная психологически гонка сезона. Второй результат показали Азат Миниханов и Льнас Гизадуллин. Но лишние 10 секунд педализации поменяли их местами с Раисом Минихановым, Дмитрием Карповым. Однако по итогам гонки именно Азат и Льнас стали вторыми призерами. В группе «Р» фавориты сезона Андрей Сушенцов и Александр Щанов из команды SR Racing выдали ударное начало первым результатом. Но и покорители «Легенды озера» Александр Семенов и Олег Нежнов из команды «Газрейдспорт» были настроены весьма решительно. Уступили 33 секунды, а полуминутная пенализация Сушенцову-Щанову оставила от их преимущества всего 3 секунды. На третьем месте, решительно отрываясь от конкурентов, закрепился экипаж фирменной команды «УАЗ» Михаил Кутинов-Максим Плюхин. 1 час 1 минута 36 секунд. На втором проезде Семенов-Нежнов взвинчивают темп и проносятся доп с лучшим временем 54 минуты 46 секунд. Сушенцов-Щанов уступает им 22 секунды. К ним полетели довеском 40 штрафных секунд, а это уже выглядело серьезной проблемой. Михаил Кутинов и Максим Плюхин также добавили, держа преследователей на расстоянии. Резко рванул по дистанции Nissan Pinefinder Александра Пономаренко Алексея Мальцева. Но дерзновенный порыв загасили поиски утраченного маршрута. У нас есть традиционное место в овраге, где мы никогда не видим малозаметное. Но вот сегодня мы третий год подряд попались в одном и том же месте. Но, соответственно, результат по СУ-2 должен был быть очень посредственным. Ну а дальше кинулись догонять самому себе. Интересно, что же мы можем, что может автомобиль. Отчаянная битва продолжалась на четвертом СУ. Сушенцов и Щанов финишируют за 54 минуты 8 секунд. На 15 секунд быстрее Семенова и Нижнова. Но опять забывают соблюсти скоростной режим. И 40 штрафных секунд отодвигает их на вторую позицию за главными конкурентами. Атмосфера накалилась до предела. Понимая, что соперники пойдут в вабанг, Семенов и Нижнов и на завершающем допе выложились по полной, показав лучшее время. И победой на бахе Тула обеспечили себе титулы обладателей Кубка России. Сушенцов-Щанов, несмотря на все усилия, занимают второе место. И в последний момент досадно упускают главный приз соревнований. Мы старались контролировать положение соперников, но, к сожалению, силы оказались неравны. Перевес был немножко не на нашей стороне. В этот раз удача не совсем вернулась к нам тем, чем нужно. Не совсем улыбнулась нам. Поэтому немножко я боюсь, что не дожали. А третьими призерами гонки и всего турнира заслуженно становится экипаж команды УАЗ Спорт Михаил Кутинов, Максим Плюхин. С трассой хорошо. А трасса очень понравилась. В принципе, все было здорово. Не хватало, конечно, мотора. Потому что вода здесь немножко местами повеселейше. Сейчас, видимо, конец сезона. Сказывается немножко усталость мотора. А так, в основном, все практически безукоризненно. Зачетная категория «Эн» дружно поддержала общую тенденцию интригующей развязкой. Почти на всем протяжении гонки доминировал экипаж заводской команды УАЗ Спорт Вадим Новиков, Дмитрий Рыбин. Лучшее время на прологе пролонгировалось ведущими показателями на втором, четвертом и пятом скоростных участках второго дня. И лишь третий доп остался за Иваном Паристым и Владимиром Марзалюком. Закономерным итогом стало убедительное первое место в гонке. Старались, но вроде бы удалось. Каждый круг прибавляли. Сокращали время прохождения круга. Все удавалось как бы держать сильный темп такой набранный. За призовые позиции велось непрекращающееся соперничество. На каждом скоростном участке счет шел на секунды. Кайфово. Классно. Здорово прокатились. Классные скоростные участки. То есть прям для души нету вот этой толпешки кочек. Ворох проблем обрушился на экипаж Дениса Назаркина Андрея Никифорова. Сломанная полось, вдрызг разлохмаченное колесо и не только. На ровном месте у нас пропала переговорка. И все. Мы подумали, посмотрели, где вроде все провода все на месте. Ничего нигде не пережато, не перебито. Но переговорки нет. Ну что ж, пришлось ехать как бы старинным способом. В упорнейшей борьбе итоговое второе место занимают Роман Митин и Сергей Ильинов. И этот показатель, достигнутый с полной самоотдачей, приносит им победу по сумме всех этапов Кубка страны. Маленькая спина уже на прыжок есть, конечно. Так это, как будто позвоночник на половину опустился. Не сказать, что, блин, трасса жесткая, но вот она, трасса, движка. Ну, у нас движка не хватало. Иван Парист и Владимир Марзалюк, поразив окружающих своими прыжками на трамплинах, замкнули тройку призеров. Трасса классная, трасса быстрая, скоростная. Организаторам спасибо большое. Погода нам тоже на нашей стороне, все сухо, все быстро. Конечно, такую трассу ехать, если бы был дождь и если бы было скользко, это совсем другое дело. Четыре экипажа выпали из обоймы. Все остальные достигли финиша Бахи Тула. Что можно было сломать? И тормоза, и колодки стерлись, и что-то снизу оторвали. Я не знаю, у нас сломано все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok